добрый день дорогие друзья приветствую вас на своем канале мы продолжаем играть кар механик 18 предыдущей серии мы остановились на том что побывали на свалке приобрели куча всякого хлама которые его отреставрировали и продали и заработали 20000 буквально с ничего ну и прикупили такой скажем старенький автомобиль вот такого типа как вы видите на картинке но и вот все что от него осталось мы его разобрали и полностью должны сейчас собрать заново для того чтобы это все сделать мы должны сейчас выполнить несколько несколько задач так а где наш вот он сварочный аппарат значит что мы будем делать сварочным аппаратом мы снимаем всю ржавчину я так понимаю использовать оборудование стоимость 1000 долларов смотрите сразу же у нас рама вся заварилась где-то трещины где-то что-то там было ну и она стала как новенькая не знаю куда пропала ржавчина но этот аппарат делает чудо так ну это мы сделали далее далее я так понимаю нам нужно начинать с подвески скорее всего скорее всего с подвески ну я думаю давайте начинать для начала конечно же поднимем сам автомобиль точнее не автомобиль а раму раму которая осталась от него поднимем этот автомобиль такой погодите так давайте посмотрим ну задней части да кстати что у меня на складе есть на складе а в инвентаре коробка кузов погодите подвеска все что мы смогли починить вот детали из двигателя вот этом из выхлопа ничего из коробки передач тоже частично что-то там получилось но и по сути по сути все давайте начинать так некоторые детали у нас идут стандартные как и от всех автомобилей поэтому придется это все как-то искать в магазине то есть если я имя что и не веду если вот смотреть по двигателю написали в магазине название двигателя вот и 6 и все и вот вам весь двигатель здесь готов просто купили и все так ребята буквально одну секундочку я прервусь так ребята ну что ж продолжаем продолжаем я кое-что настроил в настройках так мы остановились на заднем мосту включаем режим сборки и посмотрим что у нас есть может быть конечно часть детали у нас не будет так это у нас задний амортизатор тип b вот еще одна проблема с которой мы сталкиваемся точнее не только я сталкиваюсь это скажем покупка вот этих вот деталей почему нельзя сделать намного легче например добавляем до эту деталь список добавили в заметку пошли в магазин вот вот мы идем магазин заходим двигатель но неважно двигатель не двигатель список почему нельзя найти сразу или просто здесь чтобы была иконочка купить и все и чтобы не искать вот это все кому это нужно самом деле затрудняет все всю работу смотрите какой амортизатор идет такого еще не видел у нас его не было так хорошо два амортизатора типа b это у нас задний дальше что нам нужно вот эти штуки вроде бы там были тоже две берем рессоры два листа так стремяночки обязательно 4 штуки закупаем так что там еще у нас идет ступица должна быть так ну я уже все не помню поэтому давайте по порядку а рессоры мы купили одну лишнюю но ничего страшного кстати солен блоки самая распространенная самые такие расходуемые материалы так задние неподвижные да а у нас есть смотрите надо будет один всего лишь купить так хорошо амортизаторы есть вот смотрите да уже совсем другая с камерой уже ничего не приближается и можно буквально с одного угла все устанавливать это довольно таки удобно так здесь есть так эти мы тоже прикупили так и последнюю тоже также ставим так хорошо далее далее нам нужно прикупить один задний ведущий мост неподвижный погодите какой ведущий неподвижный так барабанов у нас нету колодки есть так ну и на этом у нас останавливается потому как надо идти в магазин далее что у нас еще из ходовой это токс погодите передний 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 нам нужен задний неподвижный вот он один так далее топливный бак топливный фильтр конечно же и топливный насос полностью берем комплекцию топливные системы ой соленблоки забыл ой тормозной барабан так переходим тормозам тормозной барабан две штуки так и там вроде бы колодки нас были хорошие все было хорошее так кажется что то забыл но не припомню что так здесь уже сразу можно ставить колеса но с колесами конечно немножко подождем а вот соленблоки до соленблоки соленблок берем честно говоря сразу штук двадцать потому что это очень восходный материал который постоянно требуется они в принципе и не восстанавливается сразу же там и восстанавливать нечего там у нас идет резиновая вот эта фигня которая просто рвется и уже восстановление по сути не подлежит так что вы что касается выхлопа что-то у нас кажется там было вроде бы нет в инвентаре коробка кузов выхлоп нет из выхлопа ничего поэтому нам необходимо купить средний задний а это у нас в 8 ухв да и выхлопная труба 16 так хорошо так ребята сейчас одну секундочку и так продолжаем так на чем мы здесь остановились можно я немножко отходил так мы закончили задним мостом и хотели перейти к выхлопу да значит выхлопная система у нас состоит из так задний глушитель средний глушитель так выхлоп елки-палки здесь куча всего так ну давайте значит средний глушитель задний странно почему-то она ищет только на во всем ищет так вот он так и передний у нас впереди что находится 16 это выхлопная труба 16 б так так выявить я ее не вижу выхлопная труба передняя 16 б должна быть вот есть 14 так непонятно а это 16 б 16 б выходная странно непонятно давайте тогда напишем так а вот она смотрите 16 б 16 б чё и постоянно говорю 16 так отлично 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 с выхлопом мы завершили так дальше нам нужно заняться подвеской передней так это у нас рама основная есть меня и у меня получилось восстановить ее частично как частично на сто процентов так ну и переходим ходовой так не совсем удобно здесь получается вот так лучше так далее далее у нас рулевая рейка рулевая рейка так у нас почти ничего нет я так понимаю так ну ка посмотрим подвеска ну как ничего у нас прилично еще есть вот несколько рычагов верхний рычаг так но это уже от задней части осталось хорошо тогда давайте закупаться так что нам нужно отсюда это у нас рулевая рейка так наконечники два любая тяга одну эту штуку так а я забыл это у нас тип б надо было эту прихватить так передний поворотный тип c отлично у нас как раз две штуки смотрите здорово так и нижняя нижняя у нас кажется только один так хорошо поехали с этой стороны так здесь у нас уже нету так нам нужен нижний рычаг подвески и верхний рычаг так смотрите как уходят эти стальные блоки буквально на раз два три так хорошо дальше амортизатора двухрычажной подвески пишем так так две штуки дальше у нас идет тип б ой задней надо было передней 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 стабилизатора стабилизатор передней тип б мы купили задней случайно но ничего страшного елки-палки нам нужно собирать оказывается по отдельности так для амортизатора нам понадобится вот эта штука две пружина передняя пружина задняя пружина тоже две штуки так ну и все вот он наш аппарат так снять собрать так отлично отлично так и так же здесь собираем второй так неплохо так первый здесь и второй здесь так дальше нужно соединительные тяги тип б так пишем тяги это у нас вот они две штуки да но здесь наверное конечно затянется и на третью серию потому как автомобиль довольно таки долго собирается передняя ступица есть так вот дисков нету но насчет дисков давайте мы сразу же сюда и так тормозной диск дальше колодок надо тоже много взять потому что это тоже расходный материал цилиндры суппорты уже 10 штук можно прихватить так я надеюсь здесь а здесь вентилируемый что ж такое так отлично взяли так и подшипник смотрите подшипник ступицы может быть есть у нас нету подшипник ступицы вот тоже возьмем побольше где-то штук десять потому как тоже они довольно таки часто требуется так и колпак колпака у нас конечно же нет колпак вот он возьмем штук пять на запас все с этой стороны мы в принципе все завершили по ходовой так переходим к левой что это у нас кожух шарнира передней оси кожух шарнира вот он передняя ступица тоже нет то что ж такое так тормоза подшипник и колпак все также закончили с левой стороны дальше дальше можно в принципе приступать к двигателю вот можем посмотреть что у нас из этого вышло вот такая вот ходовая смотрите новенькая буквально нулевая так переходим к двигателю блок цилиндров есть смотрите новенький так топливный фильтр есть аккумулятор аккумулятор усилитель тормоза нужно взять давайте брать так тормоза это у нас здесь взяли так далее катушка зажигания ну конечно у нас всего этого нету так я предлагаю начать с поршневой группы хотя можно и установить вот эти рычаги так этого рычага нету этого рычага тоже нету что у нас там еще идет водяной насос так берем просто и двигатель и здесь пишем вот 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 отлично ну и по сути все просто покупаем так я боюсь лишнего не купить вот толкателей нужно побольше там 6 значит надо 5 еще купить так все давайте устанавливать надеюсь я купил все что нам нужно так генератор ну а генераторы есть точнее был был один новый но ничего страшного пригодится кому-нибудь другому так шкив ну конечно здесь у нас уже эти детали нету катушки нету этого вот это есть так трамплера нету вот это должна быть так ну и переходим вниз нижнюю часть мотора да в принципе я хотел собирать его на нашем стенде но увы не получилось я уже поспешил вот так катушка зажигания б сейчас мы ее поставим так трамплер катушка зажигания заказы там слышите да приходят и приходят постоянно так маховика у нас нету поэтому пока мы будем ставить что это у нас такое крышка подшипника у нас их нету 1 2 3 4 5 штук крышка подшипника 5 6 5 6 6 8 9 6 9 10 12 12 12 12 13 так и последний отлично здесь мы поставили так цепь цепь у нас есть цепь из другого отсека катушка трамплер кулачок . у нас нету так что касается поршней у нас нету вообще ничего porsche так погодите у нас у нас оказывается совсем другой porsche а или нет шесть штук и колец тоже 6 штук поставили так блок цилиндров так далее карбюратор есть далее фильтр есть крышка есть так далее далее у нас здесь кулачок распределителем кулачок кажется еще крышка там понадобится это дурацкая крышка распределителя нету вот она есть а зажим зажим так топливный фильтр r6 ой не топливный а масляный р6 так это вот у нас беленький так свечи 6 свечей свечей конечно у нас нету так есть проводкам провода заземления есть отлично как ни странно так далее 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 толкать или оттолкать или оттолкать или кажется надо было купить больше в два раза больше на каждый поршень по 2 и так же коромыслом толкатель так вот он еще шесть и коромыслом вот они и 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 что у нас там еще осталось радиатор пару ремней поставить так радиатор тип c погодите немножко с радиатором ремень грн есть крышка под крышки нет так вот она вот крышка дальше дальше я уже не помню шкив водяного насоса так отлично и шкив коленвала в 8 так шкив водяного насоса водяного насоса и шкив коленвала в 8 пожалуйста так все а вот ремень и мне еще один ремень и вентилятор вентилятора нету пока что у нас за радиатор за радиатор радиатор тип c вот так отлично поставили до 2 таких громадный радиатор так ну далее это у нас маховик то есть коробка передач здесь мы вроде бы закончили давайте снизу так я думаю будет у нас третья серия по данной сборке этого автомобиля потому как собственно не успеваем не вкладываемся что называется так и кажется еще две нужно еще две ладно ребята на этом мы приостановимся продолжим продолжим работать пишите комментарии оценивайте всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока до конца до конца Продолжение следует...